Мы едем на АДЕ. Это самая большая конференция и фестиваль электронной индустрии, наверное, в Европе и Азии точно. Не могу сказать насчет западных стран, но я знаю точно, что съезжаются все мировые диджей, букеры, продюсеры, музыканты и просто люди, которые любят электронную музыку, делятся своим опытом и вдохновляют друг друга. Ведь самое главное вообще для любого прогресса, первое, это понимание того, что я делаю, второе, это вдохновение. Поэтому я уверена, что мы там как минимум вдохновимся, как минимум познакомимся с кучей классных людей и как максимум получим какой-то профессиональный опыт, поэтому я с нетерпением жду приземления в Амстердаме. И вообще-то Амстердам – это город моей мечты, я никогда еще в нем не была. И я очень надеюсь, что я не разочаруюсь. Хотя на самом деле временно погулять будет совсем немного. Мы еле успели на пересадку, на самом деле. Ума говорила вам в предыдущем ролике, куда мы едем. Мы едем на АДЕ, вы можете погуглить и узнать, что это. Она говорила, что мы едем туда встретить друзей, там будет Ника реалити-тест, там будет Тиаго, там будет много лейбл-менеджеров, там будет вообще вся самая крутая тусовка электронной музыки в Европе. Не знаю, может быть даже в мире. Но мы туда едем не за этим, мы едем туда снимать наш влог. То есть это я вам говорю сейчас правду. Также они меня обязали быть веган-бо. Это мое второе амплуа, я буду готовить им веганскую еду, потому что не везде есть веганская еда. И я, может быть, тоже что-то сниму на эту тему. В общем, также мы решили развивать тему влогов. Мы будем больше снимать влогов с каждой гастролей. Я хочу снимать больше бэкстейджа. Я буду показывать умены девайсы, чабана девайсы, вообще все за кулиси. Может быть, вам будет это интересно, а может быть нет. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Многие хотят увидеть умены, вокальный процессор, как она делает всякие эффекты на концерте. Это я могу сделать уже буквально в следующем выпуске, если у вас будет желание. Также из новинок, что теперь у нас есть? У нас есть селфи-палка. Я не думал, что когда-нибудь докачусь до этого. Я всегда очень скептически относился к селфи-палкам и делал так, а, селфи-палка. Но она необходима, и я смогу снимать лучшие влоги. Также у нас появилась радиосистема Sennheiser, благодаря которой, я думаю, что звук в общем станет лучше. И я смогу делать всякие прикольные штуки, такие как вот эти. К примеру. То есть сейчас я продолжаю разговаривать, она меня снимает, но я уже уехал далеко. И если бы у меня не было этой радиосистемы, то наверняка звук бы был такой, как вы можете услышать сейчас. Так что до встречи. Ну что, мы приземлились, едем тусовать. Сейчас быстро бежим на конференцию, потом встречаемся с друзьями и едем слушать Хардвейла с оркестром. Мы уже прилетели в Амстик. Сейчас будем переходить дорогу. И первое, что я увидел из того, что мне очень понравилось, это выставка Бэнкси. Наши девчонки решили поехать сразу тусить, а меня отправили домой с вещами. Я не особый тусовщик, честно говоря. И даже всегда на гастролях, я всегда люблю приехать в гостиницу или в квартиру, где мы будем жить, и сидеть там в интернете, заниматься работой. Поэтому я, в принципе, не расстроился по этому поводу. Сейчас иду на локацию, где мы будем жить. Это отдельная история. Мы были очень заняты тем, что делали новые треки. И были переговоры, они до сих пор длятся по поводу тура в Индии. Очень сложные переговоры. Я еще не знаю, будет этот тур или нет. И мы совсем забыли о том, что нужно забукать жилье. И его не оказалось доступным. Мы хотели снять квартиру в центре, но уже все было занято. Поэтому нам повезло. Ума написала в Facebook. И друзья нам посоветовали одну девушку, с которой я сейчас буду закончиться, собственно. Это Аня. Привет! Аня, как это сказать? Она дала нам кровь. Что можно сказать? Тут будут субтитры английские. Потом ты можешь говорить на английском, можешь говорить на русском. И, в общем, я хотел вас с ней познакомить. Показать ее мега крутые штуки. И вообще узнать, чем она занимается. И чтобы вы узнали о ней больше. Я занимаюсь музыкой. Я пишу музыку на модулярном station. Modular synthesizer называется. Она как русский, по-русски модульный синтезатор. И я открываю школу модульного синтезиса. Как это работает вообще? В двух движениях, в трех. В двух-трех движениях. То есть работает это... Так, на данный момент звук идет из... Эрика Синс. Ну, например, вот это пример... Один из примеров, как патчинг происходит. Как происходит создание звука. На данный момент это идет из YouTube. Потому что, когда мы начали снимать, он играл. Ну, в моем случае у меня есть техно-directed station. То есть я работаю с техно больше. И в этом случае у меня есть много drum voices. Бочки, личные голоса. Секвенсер, который выдает сигнал. Который triggers the voice, mixer. В который идут все сигналы. Есть МУК. Voltage Circuit Based Signals. То есть это электрическая волна, которая выдает определенный тон, который может быть модулирован в реальном времени. Мы начали школу на Modular Moon, которая позволяет изучать этот subject в двух направлениях. Основное направление или профессиональное направление. У нас сегодня воркшоп в нашем месте. Мы открыли место в такая комьюнити, называется A-Lab, где разные артисты живут. И это в рамках ADN. Мы как бы немножко в последний вагон запрыгнули. И мы сделали очень небольшой воркшоп. Потому что сейчас около полторы тысячи партий по всему городу происходит. Мы решили сделать воркшоп с This is not rocket science. Это голландский бренд. Они будут рассказывать о Envelope Generator. Вообще, они будут рассказывать о себе в своем креативите. И как вы можете это адаптировать в свою работу уже. То есть, вот так. Сане у нас получилась интересная история. Мы с ней переписывались на английском, когда я искала квартиру. И потом моя дочь позвонила ей. Я говорю, доченька, кому ты звонишь? И Аня такая, о, Аня, вы говорите по-русски? Вот так мы и познакомились. Выяснилось, что это очень прикольная девушка из Латвии. Давно живет в Амстердаме. У нее тоже есть сынок. У нас много общего. Музыкант, диджей. И она рассказала уже, чем она занимается. И сегодня дала мне такой воркшоп. Что такое аналоговые модули какие-то. В общем, я увидела живьем не в VST формате, не в электронном формате, как это происходит. А как происходит синтез звука в реальном времени. Это очень круто. На самом деле, я за этим сюда и приехала, чтобы увидеть, что это такое. Я очень сильно надеюсь, что Ума не захочет себе модульный синтезатор. Вместо Сарода. Я продам Сарод и куплю себе модульный синтезатор. Я надеюсь, не найдется тот человек, кто купит ее Сарод, потому что я не выдержу. Это будет... Сейчас происходит, как даже в аудиосеквенсорах Ума кричит «Богдан, помоги мне включить какой-то инструмент!» В таком случае, если у Умы появится модульный синтезатор, то мне придется его изучить. Я не готов к этому. А как вы думаете, что меня зацепило в этой машинке? Конечно же, разноцветные проводочки, которые все соединяют. Их можно чик-чик-чик красивенько менять. Но на самом деле, я понимаю, что мой мозг, он не заточен под создание... Ну, как бы под... Он, в общем, не электронного формата, живого. Поэтому все же бансури, сарод и вокал для меня более естественно. И хотя я пользуюсь прибором, своим эффектором, для меня это как бы такой вынужденный шаг в изучении электронных каких-то технологий. Но это интересно. Это реально интересно. Вчера мы прилетели и сразу же побежали на конференцию, где собирались азиатские промоутеры. И мы познакомились с кучей промоутеров. И вообще, я надеюсь, это поможет нам как-то заявить о себе в Азии. Но суть была в чем, что сначала они все были такие... Ну, они вообще классные все. Но под конец мы проходили мимо, и они уже были вообще полностью пьяные. И они меня узнали. Это хороший знак. Ну что, мы уже в центре, в пике событий. Здесь главное место Театр Делемар, где проходит куча конференций. Одновременно все классные, на все хочется попасть. И поэтому вот идем туда сейчас. Надеюсь, наши друзья подтянутся. И в принципе, это место, где можно встретить всех. Даже если у тебя нет паса на конференции, ты можешь прийти здесь тусить, и ты обязательно кого-то встретишь. Вот так проходят эти встречи. Сейчас будет конференция. У нас привалка Brands 2. Будет много интересных спикеров. Какое приятное место. И мы здесь с Сашей сейчас будем набираться знаний и знакомиться с людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова and Better. Although we're only afforded the same canvas. Мы все больше знаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неоклассикал, rise and rise, это что? Это про неоклассикал, о ее развитии, вот она начинается. Ну все, тогда вот эти два, я вот сюда пойду. Все происходит одновременно и ты не можешь вообще адаптироваться. Везде хочу! Мне нужны экспансии. Очень много красивых людей, все в черном. Поэтому я одела красные и завязала белые косы. Что ты делаешь? Я песня. Я фильм-мейкер, фильм-мейкер, музыкальные видео. Это фокус для тебя, если ты нужна фокус. Я не знаю, если это что-то, что ты покупаешь, но если ты делаешь, то это фокус для тебя. Здравствуйте! Спасибо, Тиаго. Тиаго, у меня есть пару вопросов. Ты спишь когда-то вообще? Богдан, у тебя есть какие-то вопросы. Ты спишь? В общем, спишь? Я спишь. Я спишь пять часов. Я спишь. Я спишь. И это было слишком много? Пять часов? Да, это было достаточно. Не иди, иди к ней. Ты не спишь? Она не спишь. Не, она не спишь. Она не спишь. Она не спишь. Спешили для Алин-рекордов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там есть потайные двери для больших звезд, куда не допускаются люди, видимо, слишком много желающих пообщаться с ними Но так или иначе, я рада была его услышать и мы задали вопрос, что он делает в туре для того, чтобы поддерживать здоровье Он сказал, что я делаю йогу и вообще надо жить в Канаде, там где классная природа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это означает, что все равно, что я учусь Это означает, что шанти-шанти, что все хорошо, что все будет хорошо Это практически как аллея, как она называется, славы или как в США, где звезды голливудские Ну это звезды транс-музыки современной Ума пыталась встретиться с Бонобо, у нее не получилось С Дэвидом Гуэтой, я не помню, чем там эта вся история закончилась То есть, по-моему, они увиделись или нет, я не знаю, это Ума уже расскажет Но что мне понравилось, что мы внезапно встретили Мандрагору Я давно думал о том, чтобы сделать с ним фит, но у нас сейчас есть кое-какие обязательства По релизу треков, коллабораций, я не буду говорить с кем, но не важно Но пока мы их не выпустим, мы не делаем другие коллаборации в веб-сайтрансе И вот круто получилось, что мы встретили Мандрагору И, пожалуй, я очень рад этому Также очень классно пообщались с Тиаго Встретили Нику Тиаго нам дал персональный VIP-мастер-класс По всяким тонкостям этой индустрии Так что классный день Думаю, завтра будет еще лучше Я уже сегодня, наверное, никуда не поеду Я не знаю, Ума будет тусить или нет Если что, она сама снимет что-то на телефон Да, я буду тусить Я настроена, но мне надо позаниматься йогой Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня наш второй день И задачей Или как бы главной целью нашего приезда Посмотреть на то, как работает музыкальная индустрия Сюда люди приезжают встречаться С друг с другом, знакомиться И благодаря тому, что мои феи Ира Бутлерская и Маша Маримир Сделали мне очень яркие луки Помогли мне выглядеть ярко Я реально выделялась в толпе Людей, одетых в черный цвет Я не знаю, почему люди любят очень черный цвет Но я его тоже люблю Но я хочу сказать, что каждый должен заниматься своим делом И пока я думаю о том, как писать музыку Какие мантры петь И как бы погружаюсь в свои процессы Девчонки реально делают Занимаются своим делом Умеют видеть Умеют сделать красиво Поэтому я вам очень благодарна Мои девочки Маша Тихомирова, Маримир и Ира Бутлерская Вы просто феи Что могу я вам сказать И мне очень приятно и комфортно Чувствовать, что я красотка Нахожусь здесь В прекрасном, самом, наверное, прекрасном городе Этой планеты В одном из самых красивых городов Очень уютном Очень классном И мы идем встречаться с новыми людьми На очередные конференции Сегодня WX дает мастер-класс Сегодня Кашмир дает мастер-класс Ну вообще просто круто находиться в обществе Таких интересных людей Которые добились в этом мире Какой-то популярности И занимаясь любимым делом Но самый еще один главный момент О котором вчера говорил Дэвид Гуэта Он говорил, что мало таланта Талант это всего 50% Самое главное Много работать Поэтому еще раз возвращаюсь к своей идее О том, что каждый должен заниматься своим делом И оно непременно получится очень хорошо Поэтому талант плюс труд Все, перетрут Как раз девочки мои Я вас вспомнила Ира и Маша Посмотрите на это Это нереально крутая штука И вообще мы случайным образом набрели На магазин какой-то авторской обуви Ну что, тусовка переместилась сюда От Делемара В Брейк Граунд И вот уже здесь тусят Я вижу Дабы Фикса Остальных никого не знаю Их, по-какую Машина В Брейк Граунд В Брейк Граунд В Брейк Граунд Машина Машина Он едет Машина Машина Мы стоим в очереди. Мы, как обычно, все пропустили. Нужно было записаться, чтобы показать букерам нашу музыку. Но у нас есть, если что, email, рассылка. Поэтому я не сильно расстроюсь, если мы не попадем. Но, в принципе, конечно, на будущее, если кто-то из вас соберется сюда ехать, все эти нюансы нужно знать, что нужно заранее приходить, записываться. Желающих много. Но сегодня, на самом деле, я понимаю, что главные все переговоры, букеры и все, кто мне был интересен для Shanti People, это все было вчера-позавчера. Сегодня уже в основном здесь тусят артисты, диджеи, вообще творческие люди. Вроде бы АДЕ формально еще не закончился, но, судя по всему, уже все. Он подошел к концу, какие-то ивенты стали все скучные и грустные. Я думаю, что это знак, что пора нам уже возвращаться домой и ехать в Днепр, играть концерт. А потом, может быть, мы поедем в Индию, об этом мы сообщим вам позже. Сейчас ведутся переговоры. Так что будьте на связи с нами. Ума, если ты хочешь что-то сказать, говори в микропорту. Большое счастье для артиста ездить на гастроли и на любые фестивали, выступать. Конечно, обмен опытом это очень круто, но когда ты просто со стороны зрителя, возникает некая печаль души. Поэтому в моем случае я бы хотела, если участвовать в таких мероприятиях, то точно с миссией артиста. Я считаю, что у нас прошло все успешно, потому что мы встретились с многими людьми, познакомились с многими людьми. Просто сегодня еще будут классные тусовки, награждение диджеев. Будет выступать и Дэвид Буэта, и Кашмир, и Беневичи. Я всех хотела послушать живьем. И тут в одном фестивале, в одном концерте я их всех услышу. Но второй момент... Я скинусь ссылку на Spotify, можешь их послушать живьем. Это другое. Ну что я хочу сказать вам, друзья. Мы едем в аэропорт, и у меня смешанные чувства. Какие-то моменты я удовлетворилась здесь. Например, мы реально встретили и друзей, и виновые знакомства брели по днём. Но все мои желания потусить не исполнились. Я не знаю, с чем это связано. Я связываю это с эзотерическими моментами, в том, что я обычно посыпаю священный порошок себе на голову, и, может, меня эта сила не пустила ни в одно заведение вчера. Но это было смешно. В общем, смотрите, для тех, кто планирует поехать на АДЕ первый раз и хотел бы купить пас, не делайте этого. Лучше реально покупайте себе дневной пас, он дешевле. И покупайте отдельно билеты. Потому что, когда у тебя есть пас, который всё включают, и все тусовки, и конференции, не факт, что ты попадёшь на то мероприятие, которое ты хочешь. Потому что я хотела послушать топовых диджеев, но я не смогла никуда пройти в то время, когда было мне удобно. А стоять в очереди несколько часов для того, чтобы пройти по пасу, ну, это слишком. Поэтому в этом плане я полный лузер. Я не попала вчера на две вечеринки, которые хотела посетить, именно по этой причине. Потому что там уже был солд-аут, и у них уже ограниченная квота на людей, которые проплатили пасы. Это, конечно, очень неприятно. Мне кажется, это недостаток АДЕ, организации. Ну, как бы это попахивает таким неким разводом. Зачем тогда заявлять о том, что пас включает все мероприятия? Это странно. На Мартина Гаррекса та же история была вчера. Вот на самый большой фестиваль, где было награждение, где выступали все топовые диджеи. Дэвид Гуэта, Веневичи, Кашмир, которых я хотела послушать. Ну, в общем, есть такое некое разочарование в этом. А идти просто тусоваться мне не сильно интересно и слушать непонятных, как бы для меня незнакомых диджеев мне было неинтересно, потому что я не употребляю наркотики. И просто тусить как бы нет смысла. Я хотела именно топовых послушать. Поэтому на будущее, если это... Сейчас мы проедем. Тут сегодня, кстати, марафон, поэтому все дороги перекрыты. Тоже еще один момент. Если бы мы выехали не раньше, не заранее в аэропорт, не факт, что мы вообще доехали бы вовремя. Так что это тоже такой момент. Что еще хочу сказать? Что просто, ну, как бы все не продумаешь. Мы достаточно, ну, плотно занимались своим расписанием, потому что много всего было. Но по факту надо закладывать гораздо больше времени на все и закладывать больше денег, потому что очень много денег уходит еще и на переезды оттуда, отсюда. Поэтому, друзья, как бы для первой поездки мы получили много опыта, но я не удовлетворена, да, полностью. Как бы есть такое легкое неудовлетворение. Но есть удовлетворение тем, что реально мы встретили интересных людей, получили много профессиональной информации для себя. Что это даст нам в будущем, я не знаю. Мы посмотрим все вместе. И мы, и вы в том числе. А насчет тусовок, ну, значит, не судьба мне была. Все, мы уже возвращаемся домой. Отличная была поездка. Очень много нюансов. Ума рассказывала какие-то штуки по поводу АДЕ. Для меня это тоже много было очень непонятных моментов. Я как бы... Ну, мое личное мнение, оно может быть не совсем объективное, но, в общем, если вы музыкант, уже имеете какой-то бэкграунд, то, в принципе, вы можете ездить на АДЕ просто тусить. Как мы встретили много друзей. Мы встретили Тиаго из Alien Records. Нику. Реалити-тест. Также мы познакомились с Мандрагорой. Это очень вообще странно было. Мы не ожидали, что он здесь будет. Я давно хотел с ним сделать какой-то коллаб. И я думаю, что у нас получится это в будущем. Ну, посмотрим. Мы, по крайней мере, познакомились. И я не знаю, на самом деле. Девчонки меня ведут куда-то, пока я снимаю вам видос. Мы уже сейчас идем на посадку. По поводу самого фестиваля и конференции. Ну, я, честно говоря, я и не ехал. Я ехал реально снимать влоги. Это умные планы были тусить, знакомиться. И мне кажется, это не тот уровень, который мне бы было интересно развивать. Это прикольно в плане, я же говорю, приехать заведомо, если у тебя есть какие-то общения, контакты, приехать, забить встречу и решить какие-то моменты. Ну, либо же, если ты совсем начинающий музыкант в электронной музыке, то, наверное, да. Я согласна, да. Это так и есть. Реально. Либо ты должен быть уже в топе, и у тебя должна быть куча встреч. Либо ты совсем только начинаешь. Ты можешь показывать свои демо, вдохновляться артистами и так далее. Но в нашем случае у нас серединный вариант. И у нас как бы, ну, ни то, ни то для нас не работает. Мы прошли таможенный контроль. Идем уже. Нам идти тут 12 или 18 минут написано. Я думаю, это долго. Я не помню, на чем я остановился. По-моему, мы с Умой говорили по поводу того, что сам фестиваль, он больше рассчитан на молодых музыкантов, либо же, наверное, на букеров, продюсеров, еще кого-то, кто развивает, лейбл-менеджеров, может быть, кто развивает свой бизнес. И он заведомо уже договорился о встречах. И тогда это реально наверняка сработает. Но по поводу масштабности самого фестиваля, я повторюсь, что я почему-то ожидал большего. Ну, в общем, мне все понравилось. Я не знаю, что там получится наснимать. В общем, это будет уже понятно только на монтаже. Мы увидимся скоро. Я продолжу снимать влог. С поездки на ближайший концерт в Днепр. Там будет бэкстейдж. Но я надеюсь, я сниму все. Мы экспериментируем вообще со съемками влога. В этот раз я больше снимал Уму. И Ума что-то вела. И в этом есть плюсы и минусы. Наверное, кому-то станет интереснее это смотреть, но меньше экшена. Если вдруг так оказалось, что вы веганы, или хотя бы вегетарианцы, не забудьте посетить канал Вегабо. Он делает отличные бутербродики, дорогу в самолете. Так что никакие сэндвичи вам не будут нужны. Я просто проплатил рекламу. Если что, обращайтесь. Спасибо.